здравствуйте друзья это дмитрий кузнецов компания лям я сейчас из старенького давно уже не выкладывал как давно относительно какое-то время прошло выложу из старенького запись сейчас я посмотрю какого числа этот ролик у меня выкладывался так вот 8 июня 2016 года этот ролик появился на ютюбе сейчас мы его перезаливаем для чего вы спросите это происходит прошел почти год посмотрите меры взыскания они не изменились в общем вашему вниманию очередная попытка получить с человека в незаконном формате слушаем алло алло я вас слушаю необходимо услышать марина евгеньевна а кто это очень приятно вы дозвонились юридическую организацию которая называется алиам меня зовут кузнецов дмитрий евгеньевич и мы являемся представителями башвайлой можете всю информацию нам передать если хотите документы предоставляли в отделении банка зачем мы же у вас еще не просим это вам нужно что-то узнать а нам-то зачем документы предоставлять она нам предоставила заключила с нами договор доверенность нам предоставила я много где нет не только в отделении банка но это не обязательно мы письма пишем вам очень просто пишем от ее имени корреспонденцию потом в суде будем от ее имени выступать не работайте ради бога игнорируйте официальные запросы в банк на основании доверенности а после этого будете каким-то образом объяснять в суде почему проигнорировали законные требования и просьбы своего клиента без проблем о чем речь это какие законные требования вы должны предоставить доверенность кому занимаетесь финансов osb я это все отлично знаю доверенности мий мы должны предоставить а клиент нам ее обязан предоставить и мы работаем на основании доверенности. Пишем от имени клиента письма в банк. В банк должна быть предоставлена данная доверенность. А что если не будет предоставлена? Вы, девушка, я так подозреваю, с претензией на компетенцию юридическую. Что будет, если не предоставим? Никто с вами работать не будет. А зачем нам? Ну и не работать. Вы сейчас позвонили нам. Значит, зачем? За что вы, Марина Евгеньевна, тогда деньги платите? Нам, Марина Евгеньевна, платит деньги за то, чтобы мы расторгли договор с банком от ее имени, не подчеркну, от ее имени. И привели ее к комфортному платежу. Вот для чего. Через судебного пристава в формате исполнительного производства. Либо вообще прекратили исполнительное производство в ее отношении. И зачем же нам махать этой доверенностью перед банком? Считайте, что клиент вам написал эти письма. Потому что автограф будет стоять в письмах от клиента. Передайте ей информацию от нашего банка. Она все знает. Она включает переадресацию. Это вы ей позвонили. Она нажала кнопочку специальную на телефоне. Сработала переадресация. Это, знаете, сколько... Передайте ей информацию. Слушаю вас. Я сейчас разговариваю неизвестно с кем. А я так же сам неизвестно с кем разговариваю. Я точно так же, как и вы, вам представился. Помните? Я могу точно так же сейчас констатировать полное отсутствие понимания, с кем я разговариваю. Так мы сейчас с вами на равных, как минимум. Но только вы мне звоните, а не я вам. Что? Вы номер запишите или нет? Вот этот, с которого вы звоните? Нет. А какой? Номер телефона нашей горячей линии. Наш клиент полностью игнорирует устный формат общения с банком. Вообще категорически не хочет, потому что уже натерпелось от банка приятных слов. Я, собственно говоря, не подтверждение той информации. Она вам звонить не будет, хотя я готов записать для разнообразия. Пускай будет. Хорошо, это тоже повлияет на дальнейшие минуты. До свидания. До свидания. Ну и кому интересно, друзья, чем же кончилось дело? Вот конкретно по этому клиенту, именно конкретно вот этот вот банк, промсвязь, максимум на что расщедрился, это судебный приказ. Выпустил, который мы в течение двух дней, первых же двух дней, как нам прислал клиент, отменили. Все. Потому что далее идет исковое производство, потому что в два раза, три раза подряд судебные приказы нельзя по одному и тому же кредитному эпизоду отправлять в суде. Поэтому все, что остается, это исковое производство. Что они успешно игнорируют, так как понимают, что с человеком, как говорится, каши не сварить. Я уже много раз комментировал такие ситуации. Если кто не слышал, пожалуйста, повторю. То есть в данном конкретном случае, если будет исковое производство, то есть исковые требования, банк там иск составит, отправит в суд, ну хорошо, даже если судья встанет на сторону банка, будет реализовано исполнительное производство в отношении нашего клиента. У клиента нет официального источника дохода. В данном конкретном случае судебный пристав просто сделает стандартные штампованные меры, предпримет и в итоге закроет исполнительное производство в связи с отсутствием либо официальным, либо недостаточностью официального источника дохода. Я точно формулировок не знаю, но суть в том, что клиент ничего никому платить не будет. Вообще никак. При том, при всем, об этом долге будет знать только банк и наш клиент. И все эти угрозы, они беспочвенные. Просто они рассчитаны на тех, для кого слово суд является каким-то страшным, пристрашным словом и кто не понимает, что суд это на самом деле благо, именно в суде можно действительно зафиксировать сумму долга. Коли она зафиксирована в суде, то уже больше она расти не будет. И многие вытекающие последствия. Также в законном порядке все эти вопросы можно решать. Именно в законном, как они называют его, в недобровольном, принудительном. На мой взгляд, это как раз таки самый такой добровольный способ, самый мягкий, лояльный. Единственное, что нужно понимать, как и что происходит, а по-другому так и не получится. Поэтому, ты кому любопытно, как это происходит, действительность. На нашем сайте есть видео, где все по полочкам разложено, как мы работаем с нашими клиентами. Это называется презентация алгоритма работы кредитных юристов компании LAM. Ссылка на наш сайт в описании этого ролика. Посмотрите, и если любопытно, поймете все. Ну, с вас лайк. Я надеюсь, ролик в очередной раз вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, кто этого еще не сделал, чтобы быть в курсе той самой правды, которую так тщательно банкиры скрывают от нас с вами. Ну, не от нас, но от многих, кто еще не понимает. Группа ВКонтакте есть у нас. И ссылочка на эту группу тоже в описании этого ролика. Там все наши ролики дублируются. Все, что на Ютюбе выкладывается, все ВКонтакте дублируется. Ну, конечно, кому не трудно, репост в соцсетях, пускай как можно большее количество людей узнает ту самую правду. Ну, а я с вами прощаюсь на сегодня. С вами был Кузнецов Дмитрий, компания LAM. Счастья, здоровья вам и финансового благополучия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok